У меня тут, ребята, такое, короче, столпотворение возле... Да, слышишь, отвали животное! Вы это видели? Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World Evolution. В общем-то, и мы переходим сейчас на второй остров Доктора Ву и приступим к выведению гибридов. Ну так, так, в прошлой серии, ну точнее, за кадром, да, мы, в общем-то, я полностью выполнил все задания, которые были у нас на... на первом острове, все, ну там, на 5 звезд мы сделали с вами на стриме, а я там еще выполнил все условия безопасности там отдела развлечений и отдела... что, исследований, да, или чего-то там, да. А отдел безопасности мы с вами еще, по-моему, на видео выполнили. Вот так. Ну, в общем-то, вот эта вот штука. Вот так вот выглядит мой остров. Здесь все, короче, все приведено в отличную форму. Ну, 5 звездочек, плюс-минус оно там чуть больше, чуть меньше. Ну, из изменений, которые вы не видели, я вот здесь вот переделал. О, у меня здесь 2 брахика и, по-моему, 3 комарозавра. Один из них какой-то мега-крутой. Воу-воу, выполнилось даже задание. 5 звездочек скакануло или что-то. Модификации, плюс 188, там такое было дикое условие. Вот, гены отвечают за продолжительность жизни. Он живет 312 у него продолжительность жизни. 312 лет, если я не ошибаюсь. Даже 300... Короче, как это такое было, дикое было задание. Пришлось практически все показатели выкрутить ему на максимум. Вот это было что-то, что-то с чем-то. Раз, два, три, четыре, пять. Да, пять тиро их все-таки. Да, вот один... А, вот, да, троечка, троечка комарозавриков. Вот такие вот дела. Так, ну что, тогда мы... Здесь каритозаврик, ничего интересного. Переходим, ребятки, на следующий наш остров. Все по плану. По плану. Вот наш остров. Это Ислатаканья, регион номер 2. Отправиться на остров. Здесь у нас будет все довольно просто. Не нужно будет добиваться уровня парка 5. Нужно будет просто следовать чутким... Точнее, чутко следовать указаниям доктора Ву. Который будет нас вести, направлять по выведению гибридов. Здесь я выведу свои исследования на новый уровень. Потрудитесь как следует. И ваш вклад будет оценен по достоинству. Есть подозрение, что здесь кое-что происходит в обход меня. Кое-что, о чем я должен знать. Ваша удача, что меня это не слишком заботит. Тем не менее, прошу вас об одолжении. Если появится вероятность того, что меня, ну, съедят, дайте мне знать. До того, как это произойдет. Хорошо? Итак, вот наше первое задание. Мы тут с вами одни. Надеюсь, вы готовы начать. Потому что у меня есть для вас поручение. И это поручение вывести нашего первого гибрида. Это Анкилодок, ребятки. И давайте мы начнем с задания. Да, это было неплохо, как и ожидалось. Ну что, приступим? Я опущу формальности и перейду сразу к делу. Мне нужно, чтобы вы исследовали гибрид Анкилодока. Выведите его, а затем выпустите в загон. Когда управитесь, приступим к следующему шагу. Время идет. Новый гибрид? Отлично. Я очень надеюсь, что доктор Ву подпустит нас к этим малышам. Представляете, как они будут смотреться? Представляете, какие деньги потекут? Так, ребятки, давайте я сразу тут... У нас, как видите, денег маловато. Я сразу удалил лишнее, то, что нам не пригодится. Но перед тем, как приступить к выведению гибрида, давайте мы выпустим парочку каких-то простых динозавриков, чтобы нам хоть начали уже приносить денюжки. И хоть какие-то начали приходить. Так, сколько это... Это стоит вроде как недорого. Скорость инкубации. Расширение инкубаторов. И все, пока что. Давайте выведем парочку струтомимчиков. Так, а ну-ка. Расширение инкубаторов. Давайте еще одну. Сделаем вот так и... Ну, трицератопсы, например, да. Такие самые простые, непривередливые динозавры. Трицератопс. Только модификации сейчас с него нужно поснимать все. Чтобы он был подешевле. Вот, в два раза цена упала. И вот давайте выведем. Выведем этих ребяток. Отлично, давайте. Что у нас здесь есть? Центр окаменелости. Так. Окаменелости. Давайте посмотрим. Это все нам, в принципе, не нужно. Это все осталось нам с прошлого острова. И мы его просто, просто продаем, ребята. Строить исследовательский центр нам не нужно. Потому что у меня окаменелости на карте не осталось. Это я как бы уже знаю. И оно нам здесь не понадобится. Это тоже как бы, как бы я уже знаю. Так. Что у нас здесь? Центр окаменелостей. Он мне, в принципе, уже не нужен. Его, в принципе, тоже можно будет продать. Как только нам это понадобится. Пусть пока постоит. Вертолет, оса есть. Генератор. Генератор здесь стоит у нас. Неиспользуемая энергия. Нужно сюда поставить улучшалочку. Выработка энергии 3.0. Давайте. Два генератора я поставлю. Так. И нам нужно зайти в лабораторию. Так. Нам что, нужен центр исследований, да? Сейчас это добро мы, конечно же, выпустим. Пусть они уже тут пасутся. Все выпускаются. Так. Что у нас тут? Кормушки есть какие-то? Кормушек, конечно же, нет. Загоны, кормушки. 300 тысяч. Нет, давайте пока мы не будем усердствовать. Поставим маленькую кормушку и воды. Вода, вода. То, что я всегда забываю у нас. Нет воды здесь. Теперь водичка есть. И нас уже должны пойти плюс, да? Уже минус 7. Думаю, сейчас у нас все пойдет. Так. Но нам не хватает центра исследований. Инфраструктура. Исследовательский центр. Вот так вот. Центр окаменелся нам поставили, а исследовательский центр нет. Но зато у нас уже есть, ребятки, даже убежище. Так. Центр ОСА. Давайте мы сразу пока... Это стоит дешево. Планирование добавим им. Точность и скорость перезарядки. То есть, это стоит дешево. И нам ничего, как бы, не стоит. Так. Здесь есть Трисератопс. Ребятки все повыбегали. И, наконец-то, мы уже вышли в плюс. Это хорошо. У нас почти что 5 миллионов. Сейчас достроится наш исследовательский центр. Нам также, конечно, нужно построить центр рейнджеров. Сколько он тут стоит? Так. Так, а где наша станция рейнджера? Она здесь поместится. Ну, вот так вот. Сейчас мы его поставим. Блин, так как-то криво. И нельзя, точнее, отцентровать его. Это печально, конечно. Так. У нас вообще здесь посетитель есть? Ну, есть посетители. Давайте проверим-ка видимость. Так. Ну, так, исследовательский центр. Исследование. Так, подожди, у нас здесь все. Все, все, все. Вот. Геном анкелодока. Запускаем это исследование. Кстати, сколько оно обошлось-то, я не посмотрел. В миллион примерно, да, оно нам обошлось. Ну, ладно. Что сюда? Давайте еще трицератопса. Трицератопса. И кого у нас, кого такого мирного еще нам можно сюда разместить? Ну, какие-то галлимимчиков. Парочку. Давайте вот галлимимчиков сейчас выпустим. Такой-то результат мне и нужен. Так, мы исследовали уже центр. И нужно создать этого гибрида в лаборатории. Анкелодок. То есть у него рейтинг сразу 100%. То есть мы ничего не теряем. Мы просто его берем и выводим. Это стоит целый лямчик. Давайте посмотрим, что у нас тут. Видите, заданий никаких у нас нет. Давайте. С рейтингом острова. Пища, напитка, веселье. Интересно, есть ли смысл это все добро построить? Пища, напитка. Давайте проверим, какие у нас тут показатели. Это, в принципе, наверное, даже не обязательно. Но, как бы, денежка, наверное, пошустрее нам нужно зарабатывать. Все-таки. Видите, все, все, как бы, в зеленой зоне. Людям ничего здесь не надо. Мне чисто, как бы, из любопытства я хотел бы, конечно, что-то построить, наверное. Здесь, ну, какой-то, гамбургерную какую-то. Я же, как бы, не тиран. Фастфуд. Давайте мы построим. Фаст, мать его. Фуд! Ха-ха! Перейти к лаборатории Хэммонда. Выпустим вот этих еще парнишек. Выпустим галимимчиков. И стоит, наверное, еще построить одну кормушку уже. А анкелодоку нужно будет построить высокую кормушку. Кстати, у нас тут потемнело. У нас тут смена времен дня и ночи есть, да? Ну, не знаю, ночь мы будем пропускать, возможно. У нас, по идее, в настройках есть такая возможность это все дело изменить. Что, рейнджерам стоит добавить планировщик тоже. Исследование завершено. Так. Точность рейнджерам и скорость перезарядки рейнджера. Ух ты, у нас пошел дождик. Дождь, это всегда прекрасная пора. Посмотреть на какого-то динозаврика, например. Смотрите, как водичка стекает с него. Ё-моё, какая красотища. Роги длиннючие у него, да? Ну, такие же роги получатся у нашего гибрида. Так, ну, общительность, все, короче, в порядке у нас. Осталось дождаться анкелодока. Время выпустить животное! Ой. Выпустить. И любуемся, ребятки. Это наш первый в этой игре гибрид. Очень похож на какого-то дракона, честно говоря. У-у-у. Ну, забавно. Ну, похоже на обычного диплодока как-то. Только у него, наверное, булава должна быть. Булава должна быть на хвосте. На самом деле, зауроподы... Вот они не дерутся. Вот анкелодок должен драться. Ну, что ли, если на него нападет какой-то хищник, он сдачи не будет давать. Это же... Гибридище! Ах, ну прикольно, слышно, на фоне звездного неба. Ой, тут проходит... Я предоставлю вам список динозавров, которых нужно будет поселить в одном загоне с анкелодоком. Требования очень специфические, так что будьте добры выполнить их неукоснительно. Вот так, смотрите, как бы общительность анкелодока... Ну, низкая. То есть, он не любит компаньонов, получается, да? Нам нужно Чингинга, Стиги Малоха и Брахиозавра. То есть, сейчас тут нужно будет учесть их требования к количеству динозавров. Чингингозавр должен быть вообще один, Стиги и Брахи. Да? Давайте мы сейчас-то выйдем в настройки... Настройки, Игровой процесс... Давайте поставим... День, Чтобы мы могли полюбоваться на нашего анкелодока, Например. Как он у нас выглядит сейчас. Вот такое вот у нас прикольное существо. Со всех сторон давайте его разглядим. Э, Экыш! Он водичку пьет у нас, смотрите, какой... Ну, раскраска у него, конечно, понтовая. То есть, надо будет вывести других... Динозавр... Динозавриков, других существ... Других раскрасок. Другие раскраски посмотреть. Так, нам нужен Чингингозавр. Начнем с простого. Так, я уже вспомнил, где смотреть можно... Информацию о том, сколько динозавров, короче, должно быть минимум в вольере, Чтобы он себя чувствовал хорошо. Так, тут у нас, кстати, Пау Фаи, туда Чингинга должен быть в конце. Давайте нажмем модифицировать. И это указывается у нас в разделе вот общительности. Вот. 2-8. Вот. Популяция. 2. Можно сделать, чтобы был 1. Живучесть снижается. Да. Ну, в принципе... А цена? Ну, цена не сильно растет. На самом деле, кстати, мы сейчас отменим все остальные улучшения. Так, это у нас что? Это требование к вольерам, да? Ничего подобного. Ну, давайте мы ему вот поставим, чтобы ему одному было хорошо. Нажимаем вывести. Дальше нужны стиги-молохи. Давайте сейчас... Стиги-стиги-стиги-молох. Нужно 2. Давайте сейчас посмотрим, сколько их должно быть минимум. По-моему, 3. Да. Окраску убираем. Так, у меня он совсем обыкновенный. Смотрите, стоит без каких-либо улучшений. Их нужно... Так, вот можно 3. Вот 1. Так, 4 нужно, да? Ну да, лучше поставить все-таки пусть будет 1. И мы сможем сделать их 2. Это будет экономней. А Чункинга запоролся-то у нас. Ах ты же, е-мое, шанс на успех. Обидно получилось. Давайте сейчас еще одного стиги поставим. А, Чункинга, Чункинга. Иди сюда, мой дорогой. Так, ну а с брахезаврами-то все немножко посерьезней. Там нужно целых 3 штуки. Они стоят... Ой-ой-ой. По миллиону, по-моему. Ну, сейчас мы разберемся. Так, все-таки я все-таки решил, ребятки, немножко расшириться. Да, построил второй вольер, куда я сейчас выпущу цератозаврик. Пусть там, короче, бегает нам все-таки. Пусть деньги приносит. Потому что мы будем долго, короче, собирать на всякие наши следующие задания. Здесь у нас тоже уже готовый Чункинга наш готов. И готовы 2 стиги-молоха. Давайте сейчас посмотрим, как они там будут все вместе себя чувствовать. Потому что, надеюсь, никому там леса чего-то не понадобится. У нас уже 100 тысяч идет в минутку. Ну, нам еще нужно 3 брахезавра. Это примерно, наверное, по ляму стоит. Сейчас вот кто-то у нас тут выйдет. И все будет у нас хорошо. Так, а что, никто не выходит? Ух ты! По-моему, тут что-то под заглючилом или как? Очень интересно выработка энергии. Как у нас тут с показанием электричества? Ну, вот все, всего хватает. Смотрите, реально заглючило. Заглючило выпуск. Это может быть связано вот с гиросферой? Может, типа, 30 ратопс вот здесь стоит, жует травку? И не выходил так долго Чун Кинга? Или он там просто решил уснуть? Так, я вообще-то вот так вот хотел управлять гиросферой. Ах ты черт! Давайте сейчас мы проедем. Жаль, что нельзя проехать между ног. Так, вот выбежал наш Чун Кинга. Между ног Анки Ладока нельзя проехать. Ух ты! Видели какие эффекты? Так, а вот судя по виду, интересно, вода внутри есть? Как вы считаете, вода внутри гиросферы есть? Ну, по-моему, есть, да? Она как будто вообще навсказь проходит нашу гиросферу. Так, ну, что-то с выпуском происходит какая-то лажа. Этот рейсератус мешает, или я не знаю кто. Где там наш Чун Кинга? Как у него отношения? Ну, все у него хорошо. Леса ему хватает. Я вот этого как бы боялся, что может чего-то там будет им не хватать. Ну, смотрите, вот, я, видите, нажимаю, а... А, а, а что происходит? Оно вроде как выпуск идет. Вова поет, но с такими... С такими тормозами, ребята, что это может быть, если вы знаете, мы что-то напишите в комментариях. Потому что я не понимаю, почему он так тупит. Ну, что-то мне кажется, что это вот... Тритисератус здесь рядом, и, возможно, то, что дорога к гиросферам рядом, но, на самом деле, далеко. Здесь большой вот такой вот зазор травы. Да, и вот у кого-то у нас чудненький... Чудненький... Стиги. Популяция. Общительность. Так, ну, хорошо, хоть они вдвоем вышли сразу. Или за выпуск нужны деньги? Да нет, вроде денег же не снимают за выпуск динозавров. Так, вот такая вот у нас ситуация. Давайте будем сейчас смотреть, сколько стоит брахиозаврик. Так, где мой любимый гигант? Часто спрашивайте меня, да, какой у меня... Любимый динозаврик. Ну, вот брахиозавр один из них. Так, ну, нам нужны самые дешевые варианты. Не, 500 тысяч, ребята, то есть 500 тысяч, это не так уж и много. Вот, я его могу даже вывести. Стоять. А почему там же 500 было написано? А, нет, это странно как-то. Было 500. Или это получается, я на анкела дока? Нет. А почему не 500? Очень странно, ребятки. Ну, в общем-то, тогда я сейчас немножко собираю денег. Выращиваю брахиков. И мы с вами включаемся. Так, что у нас здесь? Как себя чувствует наш цератозавр? И что у нас вообще по показателям парка? 173 тысячи. У, вообще прекрасно. Рейтинг почти 5 звезд. Ну, не хватает динозавров. Пища, напитка. Ну, у меня почти ничего из этого не стоит, ребята. Вот так вот у нас общаются. И довольно грозно рычит у нас анкелодок. Так, ну, а у нас настало, наверное, время выпускать уже брахиозавров. Брахиозавров, да. Вот один. Вот второй. И пока выйдут двое, будет готов и третий. Так, давайте послушаем, как рычит вот это у нас существо. У меня, кстати, у вас рейтинг парка до 5. Осталось только просто рейтинг динозавров поднять. Ну, это, в общем-то, у нас не касается задания острова. Но нужно получить 5 звездочек, чтобы у нас было что? Вот, разблокировка. Удешевление строительства 3.0. Требует 5 звездочек. Так, ну, брахиозавру нужно много-много-много леса. Вообще, не знаю, я как бы смогу я удовлетворить его потребности в этом деле. Еще не хватает. Что ты будешь делать? Все придется тут лесом застроить. Теперь тебе хватит? Ну, вот на грани, не знаю, хватает ему или нет на самом деле. Из-за того, что у нас дороги для гиросфер здесь стоят. О, должно хватить уже. О, отлично. Ну, теперь пастбище на грани. Ну, ладно. Ну, ни черта не видно, ребята. Ни черта не видно. Ну, ладно, что поделать. Так, у нас уже и третий уже готов. И что же теперь нам доктор Вуза поет? Вот такой вот у нас большой-большой и красивый. Ну, брахики смотрятся просто колоссально. Брахиозавр, маминчезавр, да. В игре очень мне не нравится. Особенно, когда идет дождь и у них мокрая кожа. Они божественные. Теперь, когда мы разнообразили состав загона, я хочу получить фотоотчет о том, как эти животные взаимодействуют друг с другом. Обязательно предоставьте мне изображение анкелодока. Кто сказал, что наука не может быть сексуальной, а? Ха-ха-ха. Так, ну, это, в общем-то, как бы... как бы и не сложно сделать. Так, там в эту сторону, да, узнаю, узнаю, узнаю. Сфоткать анкелодока с каким-то существом нам нужно, да. Так, пойдет. Ну, наверное, нет. Они, потому что должны обратить внимание друг на друга. Мы продаем эти фотки, да? Они приносят нам деньги. Ах, когда он пьет. Мог бы как-то и поточнее выражаться. А где у меня тут вода, кто знает. Да, вот как бы... Вот, вот там вода. Так, я тут все так лесом застроил, что... Что это проблема. У-у-у-у-у, а что за вспышка болезни? Назначаю дополнительное задание. Так, а придется здесь лесок-то мне убрать. Больные динозавры не обнаружены. Вот так вот. Так, ну, наверное, это надо как-то побыстрее сделать. Чтобы он попил водички, потому что, мне, наверное, брахиозавры недовольны такой ситуацией. Но это придется тупо сейчас его тут караулить. Действует штормовое предупреждение. Ну, вот так вот, ребятки, тут постою пока. И не смог удержаться. Пошел дождь, надо посмотреть на брахиозавров. Дождь и брахиозавры, это шикарно. Прикольно, смотри, одни шейки торчат. Точнее, головы. Привет! Так, а как выглядит наш... Смотрите, окружили джип, правильно, не давайте ему выйти. Дождь, ветер, красота. И вот так вот выглядит наш диплодокушка. Не надо тебе никуда ехать. Все у нас отлично. Ты стоишь и дежуришь. Это у нас, типа, такое небольшое штормовое предупреждение здесь. У меня тут, ребята, такое, короче, столпотворение возле... Да, слышишь, отвали животное. Ты это видели? Ну, вроде бы, минут... Минут под 10, ребята, жду пока вот это чудовище сюда придет. Надеюсь, оно сейчас хлебнет, иначе я вот утоплю в этой ложе. Пей! А ну, пей немедленно. Этот еще застрял. Тут вообще сквозь меня все ходят, кому не лень. Реально, такая движуха у меня здесь получается. И брахики тут постоянно тусуются возле воды. Так, ну, этот пить не хочет пока что. Это не считается. Ну, пей, я тебя прошу. Пей, животное. Вода прекрасная. Артезианская. Пей. Пей, тебе говорю. Ну, че стал? Чистая вода. Да, 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 да. Вот, да, да, вниз, 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 вниз. Это именно оно. What the fuck! Мне не чужд интерес к фотографиям. Но у меня так хорошо не получалось, знаете ли. Невозможно вылечить актив в существующих препаратах. Да я понял. А, то есть я ничего не могу. Ладно, давайте. Вертолет. Назначаю дополнительное задание. Да не вопрос. Сейчас мы его куда-нибудь увезем. Что у нас тут по исследованиям? Где эта болячка? Она еще у нас закрыта. Блин, лес. Лес, блин. Надо было загон побольше построить. Но это не беда. Требуется неизвестное лекарство. Ну ладно. Так, давайте побыстрее это все дело сделаем. Вывезите с острова для выполнения задания анкелодока. А куда ж мне его вывезти? Перевезите или продайте динозавру без сознания. Так. Вывезите с острова. Ну я-то понял. Подождите, такое как-то. Надеюсь, оно как бы сообразит. Подымет и все. Или оно его высадит там, куда я его тыкнул. Это будет эпик фейл. Ну продавать я его точно не хотел. Актив забрали. Ну, а почему задание как бы... Надеюсь ты его не вывезешь. Не вывезешь туда, куда я тыкнул. Блин, нет, горит. Смотрите, в натуре эта фигня горит-то. Вывезти с острова для выполнения задания анкелодока для дальнейшего изучения. Не смей его там оставлять. Оказывается, ребята, его, блин, реально нужно продать просто. Но это как-то немножко стремно. Нужно было бы, чтобы ты просто указал и все, как бы его забрали. Нет, это я должен как-то догадаться, что... У меня тут сейчас все динозавры вымрут с таким, короче, раскладом. Пока... То есть азороподов я подлечить не могу. Мне кажется, они у меня успеют умереть, пока это все дело... Пока я тут пять минут тупил. Нужно приготовить лекарства. Иначе эпидемия примет катастрофические масштабы. Вот, смотрите, пошел ползунок. А обнаружение, короче, проблемы. Да... Это займет точно минутки три. А вот, ой-ой, барахики мои, мне кажется, окочурятся. Если этих я как-то подлечиваю, да, то... То почему-то... Добавляю задание. А, нормально, как бы. Не знаю, может, они протянут? Сможем их как-то подлечить немножко? Ну, будем пытаться. Подтверждено. А ну? 39... 42... 38... Давайте, ну-ка, управлять. Слежу за активом. Отличное попадание. Оху! Улетело куда? Не знаю. Так, это... Актив. В зоне досягаемости. Давай, живи! Живите скрепче. Ху-ху-ху, прямо в лобечник. Так, давайте посмотрим, что у них. Ну да, 72, 72, 74... 73, 72, 61, 66... Ну, вроде как, все. Так, когда мне станет доступно вот это вот лекарство? Пока что нет. Ну, то есть, когда прилетит вот этот, нам еще придется ждать и ждать. Ну, пусть лечат. А что делать? Все ясно. Добавляю задание. Ну, будем так делать. Так, что у нас тут в станции рейнджера? Давайте еще планировочку добавим. Чтобы я мог протыкать им по несколько кругов, пусть лечат. Все, пока некого больше лечить. Ну, тресератопсы не заболели. Заболели эти всякие, да, привезенные. Верните анкела Дока. Только учтите, что опасность не миновала, так что будьте осторожны. Хорошо. Да, эти животные вымерли задолго до моих исследований. Но мало возродить их. Нужно еще и сохранить. Вы должны помочь с поиском лекарства. В файлах есть все нужные параметры. Все, наконец-то стала доступна эта штука. Она, наверное, еще денег стоит прилично. Ай, не обратил внимания. Ну, мы уже, пока я ждал, пока анкела Док напьется. Короче, мы уже денег заработали. Ну, здесь еще, смотрите, сколько всего. Исследовательский комплекс стаканья. Исследовательский комплекс стаканья. Задание 1. Ладно, это нам все нужно дело повыполнять. И у нас откроется что-то. Так, так. Вы там живые все? Ну да, по 70% есть у всех. Так что, думаю, сейчас мы с этим, ребятки, справимся. Такой вот интересный у нас остров. Так, а у меня уже тут, смотрите, через звездочек сколько. Ну, давайте посмотрим, что у меня есть по рейтингу. Ну, да, конечно, общий рейтинг. Из-за того, что мало пока что динозавров. Ну, смотрите, уже тысяча. Тысяча. Если... Это легко, короче, вывести там пару Индорапторов. Вот тут. И будет вообще все в шоколаде. Так, ладно, давайте. Вызываем рейнджеров обратно. Так, и второго. Давайте сюда. И кормушку пусть пополнить заодно. Ну, так вот, короче. Ой, следование завершено. Отлично. Сейчас, короче... Мы тут... Этому динозавру нельзя умереть. Иначе придет конец моему исследованию. Вам ясно? Более чем. Так. Подтверждаю обнаружение архива. Актив, но не достигаем. Актив, сложно. Так. Отвали давай. Нам срочно нужно пострелять. Ах, ты ж... Гад-то такой. Вот наш. В зоне досягаемости активность. Ай-яй-яй. Так, слышите, ну блин. У нас тут честнота, коммуналка, все дела. Актив, опознан. Да, нормально все сейчас должно быть. Такая чехода из заданий, да? Лечит. Без проблем. Ужас-то какой. Сколько просто выстрелов надо? Вот тут в чем вопрос. Где второй рейнджер? Здесь он еще не вылечил. Сколько у тебя нужно выстрелить? Задача выполнена. Ага. Актив, кто не достигаемости? Так, ну а остальные? Стиги пусть сам ловит. Пополнение. Добавить задачу. Вот тебя еще пусть вылечит. И тебя вылечат, и меня вылечат. Ну это, короче, целая... Целая трагедия тут всех вылечить. То есть много выстрелов нужно сделать. А, все, короче. Этот отстрелялся. Давайте мы сейчас по дороге гиросферы прокатимся. Ах, жаль, мне нельзя втараниться. Я бы с удовольствием врубился в нее. Ага. Да ну куда ты... Летит выше. Блин, чуть не умер, видели? Пойные динозавры не обнаружены. Фух. Это было непросто. Много выстрелов. Юридическое сопровождение 2.0 нам стало, ребятки, доступно. Животное здорово. Но это была не просто эпидемия. Похоже, кто-то специально это устроил. И меня это беспокоит. Потому что кроме вас и меня истинные задачи этого места неизвестны никому. Что ты имеешь ввиду? А диверсия. Эту болезнь занесли еще на стадии эмбриона. Кем бы ни были злоумышленники, они пытаются остановить нас, когда мы едва начали. Что я пропустил? Видимо, ничего такого, с чем бы вы не справились. Вот еще кто знал об этой миссии. И, ребятки... В общем-то, такие вот у нас дела. Но это уже будет в нашей следующей серии. Возможно, даже уже завтра. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok